ЗАБИНФО.РУ Первый информационный сайт Забайкальского края Днем 13 апреля из искры разгорелось горе. Огненная стихия нанесла удар по пригороду Читы. Пожар пришел из леса и в мгновение ока перекинулся на поселки Смоленко, Добротный и Забайкальц. Мощный столб белого дыма можно было видеть невооруженным глазом из разных районов города еще в предпасхальную субботу. Правда, до масштабов катастрофы огонь разросся почти молниеносно. Утром 13 апреля, когда подул шквалистый ветер, он усугубил ситуацию и уже к полудню на окраине Смоленки творился огненный ад. В дыму один за другим своем скрывались десятки пожарных автомобилей. Стихия объединила силы всех ведомств. Группировку МЧС усилили машины ЗАБЖД 29-й армии и простые гражданские водовозки. Обстановка довольно-таки напряженная, которая усиливается, ухудшается из-за сильного ветра. Значит, в настоящий момент пожар локализован в кооперативе Добротный. Отбили кооператив Тантал. Тантал, по-моему. Пожар ушел в сторону Забайкальца и дачный кооператив, который находится в той стороне. Сейчас силы и средства перегруппируем нас на Забайкальце. Жертв пока нет по этим пожарам. Ориентировочно, по предварительным данным, у нас сгорело 6 домов. Дач, вернее, этих надронных построек сказать пока не могу, потому что очень тяжело там сориентироваться. Но это вот по кооперативу Добротный. Но пока все. Поличного состава сколько сейчас брошено? Так, пожарных машин 26, личного состава чек 150-200. К трем часам дня огонь подошел к местному кладбищу, перепрыгнул через бетонное заграждение и пошел гулять среди могил. Смоленку окутал неприятный химический дым от загоревшихся пластиковых похоронных венков. Жители домов, куда огонь не дошел, оперативно грузили в машины личные вещи и документы. И покидали опасный поселок. На дороге в сторону города образовалась огромная пробка, хотя рецепт спасения жилья у некоторых все же был. Я работаю здесь, дома строю. Вы видели, как все началось? Я когда сюда приехал, здесь начался пожар. Ну, дым пока только видел в той стороне, в этой стороне. Ну, распространяется огонь. 15 минут назад я вон там еще где-то километры стоял, а сейчас все уже, вот он возле нас. Что-то я вообще понять не могу. Стоят никто ничего, воды нету, все электричество подключали. Стоят-то туда уехал. Стоят белая. Пока часть огнеборцев еще тушила огонь в Смоленке, другие уже вступили в бой со стихией на окраине Забайкальца. К этому пожару уже не подпускали никого. По горельце на личных автомобилях десятками выстраивались вдоль обочин дороги, надеясь попасть в горящий поселок, но безуспешно. У нас сгорел дом, и ни одна пожарная даже не затушила наш дом. Оцепление оцепили, нас туда не пускают, мы наняли водовозки и за свои личные средства сейчас тушим то, что у нас осталось. У соседа сгорела установка крановая, которая стоит полтора миллиона, насколько я сейчас знаю. И сейчас сгорит мой дом, и меня туда не пускают. Я на свои собственные деньги наняла две водовозки, и что пытаюсь сделать, то и затушиваю. Я не знаю сейчас, к чему я приеду, или к пеплу, или к дому. У меня уже сгорело полдома, и у соседа догорает. И мы своими силами все, что можем, мы делаем. Постепенно человеческое сострадание взяло верх над должностными инструкциями. Людей к своим домам начинают запускать. Сначала по одной машине, потом всех, у кого есть средства пожаротушения. За один день живописный лес вокруг Забайкальца стал выжженной землей. У обочины стоит сгоревшая дотла машина, чей владелец пытался остановить огонь, приближавшийся к домам, и не заметил, как стихия подкралась с другой стороны. На улицах поселка странное смешение полностью сгоревших, совершенно целых и еще горящих строений. Пока точный ущерб от стихии еще неизвестен, но уже понятно, что он будет огромным. В комментариях официальных лиц фигурируют трое погибших и шестеро пострадавших от огня. Кроме того, пожар уничтожил или повредил как минимум несколько десятков домов и автомобилей. А на месте зеленой тайги надолго останется безжизненная пепельная пустыня. Анна Хвостова, Алексей Будько, специально для Забанфору.